Рафшан Ленкаранский жил в семье матери домохозяйки и отца милиционера. С юных лет он хотел пойти по стопам отца. Его родитель был настоящим фанатом своего дела. Он не брал взяток и никогда не нарушал своих принципов. Однажды он перешел дорогу авторитетом из Азербайджана и поплатился за это жизнью. Мечта покинула меня. Вскоре на скамью подсудимых посадили виновника, хиллера, который выполнил заказ. Мужчина был бесстрашен, у него имелась надежда и крыша и потому он знал, что сможет выпутаться из переделки. Но собственная самоуверенность не спасла его от пули, выпущенной прямо в зале суда Рофшаном Джаниевым. Суд был достаточно милослив по отношению к молодому парню и назначил ему в наказание только два года. Но все это дело перечеркивало будущее мечты парня. Он был настолько ослеплен горем, что в один миг испортил свои надежды. На зоне к нему отнеслись с пониманием, если можно так сказать, учитывая, что его отец служил в правоохранительных органах и сам Рофшан сел за убийство преступного авторитета. Его короновали по выходу из тюрьмы. Раз Рофшан не мог стать милицейским, он направился в противоположную сторону, в криминал. Одно время он был очень влиятельным, он контролировал все точки России по продаже овощей и зелени. Это приносило ему невероятную прибыль. Такой бизнес, правда, принес ему немало трудностей. Лоту Гули, еще один криминальный авторитет, желал лидировать в сфере овощей и потому между ними были напряженные отношения. Неудивительно, что после того, как Рофшан покинул этот мир, Лоту прибрал к рукам все его точки. Кто заказал Рофшана? Трудный вопрос. У него было много врагов. Помимо соперничества с Лоту Гули в овощном бизнесе, он также был ярым противником деда Хасана. Существует мнение, что он находился в сговоре с Таро и именно его братки вызвали деду Хасану такси на небеса. Это мнение подорвало репутацию Рофшана. Ему пришлось бежать в Турцию и долгое время скрываться от рыскающих повсюду мстителей. Но пришло и его время, Рофшан угодил в обвалу, из которой не выбрался живым. Хотя даже версия с дедом Хасаном является лишь теорией. За годы он нажил себе столько врагов, что сделало его жизнь попросту невозможной.